Получить все данные об авиалайнере, вплоть до марки самолета, остатка топлива и количество пассажиров на борту, не говоря уже о его маршруте, скорости и высоте. Такую исчерпывающую информацию дает эта, на первый взгляд, незамысловатая конструкция. Новый радиолокатор, который считывает данные с авиаобъектов на расстояние порядка 500 километров. Радар был привезен из Франции и, в отличие от питерского аналога, полностью автоматизирован и более надежен. Работает он круглосуточно, никакие метеоусловия, ничего не является для него препятствием. Он является, так сказать, системой наблюдения за воздушным движением для диспетчеров, которые находятся у пультов. Неважно, где может диспетчер в Минске находиться или в Гомеле, он может видеть полностью любое пространство управлять. Новый радар в Бресте был введен в эксплуатацию параллельно с аналогичным устройством в Гомеле. Сегодня они входят в радиолокационную систему страны, которая состоит из шести таких радаров по всей Беларуси. Начало работы радиолокаторов в нашем пограничном городе совпало с днем авиации еще с одним праздником. 6 ноября Брестский аэропорт отмечает 70-летний юбилей. Можно сказать, что повод для запуска новой системы двойной. Плюс ко всему, в этом году пассажиропоток аэропорта увеличился почти на 123% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Праздновать есть что. На данный момент у нас регулярный рейс выполняется в весенний-летний период. Это в Калининград, СЕРДЖИ-200 воздушное судно, ТИП воздушного судна, авиакомпания Белавиа выполняла рейс по понедельникам и четвергам, еженедельно. Мы выполнили 32 рейса. Были две программы, которые мы выполняли. Это программа болгарская на Бургас, мы выполнили 11 рейсов. И на Турцию, на Анталию мы выполнили 23 рейса. За январь-сентябрь месяц мы перевезли 14 478 пассажиров. В планах до конца 2015-го дойти до цифры в 15,5 тысяч пассажиров, а также расширить географию полетов, к примеру, до берегов Африканского Туниса. Что касается постоянных направлений, таких как Болгария, Турция и Калининград, они останутся, и билеты на эти авиарейсы появятся в продаже ближе к весенним каникулам. Лишь бы погода была летной, так как в профессионализме пилотов белорусской и гражданской авиации сомневаться не приходится.